Добрый день, уважаемые радиоуслушатели и уже сегодня зрители. Вас приветствует Радио Прага в студии Антон Каймаков. И здесь же находится моя гостья Мирослава Данилюк из интеграционного центра чешской столицы, района Прага-1 конкретно. Мы уже однажды встречались, правда в аудиоверсии, и сегодня у нас новый повод опять поговорить об интеграционном центре Праги. И я попрошу сначала напомнить, чем же занимается интеграционный центр, который помогает иностранцам, желающим проживать или оказавшимся, может быть, даже случайно в Чехии? Наша организация является некоммерческой организацией, которую в 2012 году учредила мэрия города Праги. И с помощью услуг, которые мы прилагаем, мы помогаем иностранцам, которые проживают в Праге в процессе интеграции. Иностранцы, вот слово иностранцы, кто к вам обращается? Это люди, которые приехали, запланировав свой переезд в другую страну, или это беженцы? У вас есть разные группы? У нас есть, конечно, разные люди с разными историями, но также у нас есть определенные правила, по которым мы принимаем клиентов. У нас есть определенная целевая группа, и это целевая группа, у которой есть так называемый интеграционный потенциал. Это люди, у которых есть здесь хотя бы долгосрочная виза сроком свыше 90 дней, или долгосрочное пребывание, или ПМЖ. Также к нам могут обращаться беженцы, но только в том случае, если они уже получили определенный статус международной охраны. Это может быть как статус беженца, так называемый азыл, так и дополнительная охрана, так называемая дополнительная охрана. То есть, эти люди с нами могут пользоваться нашими услугами только после получения этого статуса. У вас есть определенный набор услуг, которые вы предоставляете своим клиентам, так скажем, они действительно клиенты. Я знаю, что у вас есть, во-первых, курсы чешского языка, потому что это необходимо людям, которые хотят остаться жить в новой для них стране. Без языка здесь не обойтись. Да, безусловно. Вы предоставляете тоже возможность сопровождения в различные инстанции при оформлении документов. Что еще? Чем вы помогаете? Кроме этого, у нас есть юридические, социальные консультации, а также услуги интеркультурных работников, в которые входят не только сопровождение, которых вы говорили, а также устные переводы в рамках консультации, в случае, если к нам приходят клиенты, которые еще не знают чешского или не владеют английским, например, для того, чтобы информация, которую они получат, им была понятна. А также эти сотрудники работают с определенными группами длительное время и систематично, и предлагают им, например, различные групповые виды деятельности, групповые занятия, например, разговорные клубы, как для русскоговорящих клиентов, у нас они есть, так и для китайских или, например, арабских на данный момент. Или различные неформальные мероприятия, где люди могут пообщаться, познакомиться друг с другом и попрактиковать свой чешский. И, кроме этого, мы также организуем различные мероприятия более широкого масштаба для большего количества как клиентов, так и представителей чешского населения. И, кроме этого, мы также организуем, например, семинары, которые ведут профессионалы, например, юристы или социальные работники, и рассказывают информацию, связанную с темами, которые непосредственно тревожат иностранцев, то есть темами, которые каким-то образом влияют на их жизнь. Им это необходимо знать, например, касательно легального пребывания, касательно нострификации, касательно трудоустройства в Чехии. Или, например, последний семинар, который у нас был буквально две недели назад, это был семинар, посвященный финансовой грамотности, то есть что люди должны знать для того, чтобы они не оказывались в пасти долгов, потому что это тоже тема, которая тревожит многих наших клиентов. Причем не только иностранцев, не только переселенцев. Эта проблема долгов касается фактически всех, это мы знаем. Чтобы к вам прийти, вас нужно найти, чтобы вас найти, а вас нужно в первую очередь узнать. Когда мы с вами встречались в прошлом году, вы мне точно так же рассказывали о целом ряде проектов, которые были реализованы, но вы также сказали, намекнули о некоторых, которые вы собираетесь реализовывать, и сейчас это время настало. Мы хотим сегодня представить новое приложение, мобильное для иностранцев, иммигрантов, которые осваиваются в стране. Но перед этим был еще один проект, менее технологичный, который... Ну, он еще есть, он существует, он еще не в прошлом. В начале был буклет, который назывался «В Праге мы дома», и этот буклет мы издавали и готовили в сотрудничестве с мэрией города Праги. В этом буклете содержалась полезная информация и контакты о жизни в Праге. У него были очень положительные отзывы среди наших клиентов, но у него был небольшой минус. Это то, что он был в бумажном виде, то есть мы его могли раздавать только в ограниченном количестве, а также в определенный момент информация в нем устаревала, то есть иностранцы уже не могли пользоваться, потому что информация была неактуальна. Достаточно было изменить законы в стране, поменять какую-нибудь поправку принять, и сразу это становится неактуально. Или очень часто меняются также контакты или график работы различных учреждений, и это все тоже сказывается на содержании буклета. Поэтому у нас появилась новая идея, мы решили сделать шаг вперед, и учитывая то, что на данный момент современные технологии играют все большую роль в жизни людей, мы решили создать мобильное приложение, которое называется Prager, то есть пражанин, и как уже подсказывает само название приложения, целью приложения было сделать так, чтобы иностранцы, которые приезжают в Праге, чувствовали себя здесь полноценными жителями, чувствовали себя здесь как дома и владели необходимой информацией для того, чтобы жизнь в Праге для них была более комфортной. Быстро и оперативно, главное. Да, и чтобы эта вся информация была на одном месте, чтобы люди это могли носить с собой, и не было необходимости носить с собой такие буклетики, чтобы все было в телефоне. А вот в этом приложении все эти странички, они активные? С них можно сразу позвонить, допустим, получить какую-то справку или проконсультироваться у юриста? Вам позвонить, в вашу организацию сразу же. Да, я еще добавлю информацию касательно содержания, что именно там могут найти пользователи. В приложении находится множество различных тем. Это, например, информация касательно легального пребывания в Чехии, информация касательно социальной системы, системы образования, здравоохранения, также информация о организациях, которые предлагали иностранцам бесплатные курсы чешского языка или организации, которые помогают людям в трудных жизненных ситуациях, чтобы пользователи знали, куда им можно обратиться в случае, если они стали жертвами домашнего насилия или у них появились долги, с которыми они уже не могут справиться сами. Или, например, информация о том, куда им стоит обратиться в случае, если они хотят начать заниматься своей предпринимательской деятельностью или в случае, куда им обратиться, если они потеряли работу или ищут работу на данный момент. Или, например, если хотят записать ребенка в какой-то кружок, то какие для этого есть в Праге возможности. То есть такая информация и множество другой. И кроме этого, там есть контакты различных госучреждений, а также организации, которые могут быть полезными. И все эти контакты, сейчас я отвечу на вас вопрос, все эти контакты и ссылки, они активны. То есть в случае, если человек нажимает на этот номер или нажимает на эту ссылку, то он автоматически или начинает набирать этот номер, или у него открывается страничка, где он может получить дополнительную информацию. И кроме этого, в приложении есть интерактивная карта. И когда пользователь открывает эту карту, то он видит, где он на данный момент находится и какие организации или госучреждения находятся в окрестностях. И эта карта связана с Google Maps. И там есть определенная кнопочка сверху. По-моему, найти дорогу она называется. И в случае, если пользователь нажимает на эту кнопочку, то у него происходит переадресация на Google Maps, и приложение ему показывает кратчайший путь к месту... Самую короткую дорогу. Да-да-да, куда ему необходимо зайти. Сколько языковых версий существует у этого приложения? На данный момент у этого приложения 4 языковые версии. Чешская, английская, русская и вьетнамская. И мы пытались этими языковыми версиями охватить самые большие группы иностранцев, проживающих в Праге.